Водимир, короткий комментарий игры. Слов нет на такой счет, на такую команду. Может ребята испугались, я не знаю, я не могу понять. Один никогда не в поле не воин. Что бы ни старался, что бы ни делал. Ребята другие, я, тренер. Только нервы тратим и больше ничего. Не хотелось уступить место Романенко в рамках? Нет, мне хотелось, но это тренерский штаб так решил. Почему? Ну, нормально. Тем более, по вчерашней игре получили дисквалификацию ребята. Да, подрались, показали характер. Но характер надо было не в этом показывать и в игре. На кулаках может любой. У нас не бокс на льду, у нас хоккей на льду. Ну, почему бы и нет. Ну, если бы хотя бы было бы желание, можно было бы, интересно было бы смотреть. В эпизодах показалось, что собственные защитники вас больше заставляли нервничать, чем нападение там. Мне больше они помогали, чтобы я пропускал то, что они там помогают. Я не увидел ни одного защитника, который сегодня лег под шайбу или показал бы достоинство своего. Ну, то, что он защитник. Для меня это тяжело, потому что это непонятно. Почему я должен? Да, я воротарь, да, я полкоманды. Так я кидаюсь под эту шайбу, а они как ездят, как ни в чем и не бывало. Скажите, подобный счет команду закалит или сломит? Я думаю, что сломит больше. Ну, какая закалка? Тут закалки никакой. Я к этому привыкать не хочу и никогда не привыкал. Ну, это просто нету вариантов других. Больше ничего не скажу. Сегодня, наверное, самый тяжелый лично для вас матч в чемпионате, конечно. Это 60 минут для меня самые тяжелые вообще, как в вечности. Они длились. Игра началась, хотя там в час три. В час двадцать. Но для меня эти три часа это просто убийственно. Это как 10 тренировок откатать. Ну, не одну игру. Это тяжело. И морально, и физически. Больше морально, чем физически. Я так особо не устал. Для меня больше морально то, что кошелку привезли и все, больше ничего. Можно было четыре, старал бы что-то четвертый период. Спасибо вам большое. Всего доброго.